Мечты исполняют не волшебники, а добрые люди, а еще точнее благотворители. Благотворительному фонду Березову исполнилось три года, и даже в свой день рождения организация продолжила делать подарки другим. Еще пять детей получили новые киберпротезы рук. Двое из них – жители Донбасса. Протез «Односхват» идеален для подростков. Теперь дети с новообретенной рукой смогут заниматься активной деятельностью – играть в баскетбол, рисовать или лепить из глины. Помогать может абсолютно любой, но помогают наши друзья, партнеры, плюс очень много средств поступает за счет благотворительных ярмарок, которые проводятся в школах города Челябинска и Челябинской области. Мы помогаем талантливым детям рисовать, и это помощь детям с диагнозом сахарный диабет первого типа. 1 сентября 2022 года фонд открыл первый в России класс для детей с сахарным диабетом первого типа. Организация масштабирует свою деятельность, и уже 1 сентября 2023 года будет открыта первая группа для детей с сахарным диабетом в детском саду Московской области. Они же в первый в Уральском федеральном округе открыли сад для детей с таким диагнозом, и это было таким прорывом. Сегодня работают две детские группы для детей с таким диагнозом, а на базе лицея 95-го вообще класс для детей с сахарным диабетом. Это очень облегчает жизнь и самим детям, и их родителям. Основной частью вечера стала продажа детских работ. Аукцион проходил по канонам лучших голливудских фильмов. Только лоты – это не работы всемирно известных художников, а картины детей с особенностями. По словам организаторов, одна из миссий фонда – найти среди детей самых талантливых и помочь им стать известными художниками. Почти два года фонд совместно с Союзом художников России занимается обучением живописи и лепки особенных детей, обучающихся в коррекционных школах. Так уже слышал про фонд Бирюзовой. Интересно было вживую посмотреть, что здесь происходит, какие здесь люди, дети, кто вообще к этому причастен. Слышал, что здесь рисуют неплохие картины. До этого мои друзья уже приходили и даже купили парочку, мне хотелось посмотреть. Удивлен, что картина достаточно хорошего качества, прям интересная. Обязательно расположу их у себя на стене, наверное, в офисе и дома. У меня две картины. Это природа, ночной лес, такой необычный с падающим снегом. Вторая картина тоже похожа на эту. И прям в одном стиле. Это вот горы, вот видите, тоже ночное небо. В рамках мероприятия проходила выставка детских работ. Кроме того, любой желающий мог купить стильный шоппер с изображениями, нарисованными ребятами, а также работа из керамики. Средства, собранные на вечере, направят на поддержку проекта по обучению детей с различными расстройствами и помощь авторам созданных работ. Ну, хотелось бы, чтобы добра было больше в этом мире. Поэтому верю в то, что каждый, кто нуждается в помощи, эту помощь получит. Ну, я купила, правда, не работу, нарисованную ребенком, но сумку, которую украсил рисунок, нарисованный ребенком. Форма замечательная. Почему? Потому что тогда, мне кажется, они не чувствуют себя, что им, ну, как бы сверху какой-то с жалостью какой-то помогают. Мне кажется, что здесь вот такое вот участие и взрослых, и детей, и тех, кто нуждается в этой помощи. То есть мы получаемся в одном едином круге. За время своего существования фонд приобрел киберпротезы для 18 детей. До конца года планируется установить еще 7 протезов. В Челябинске был открыт первый класс для детей с сахарным диабетом. В планах начать подобную деятельность в Свердловской и Московской областях. Также основатели фонда в апреле поедут на Донбасс. Это будет вторая поездка, в которой помогут детям обрести верхние конечности.